И от гнева его они придут к нему И от дыхания его они погибнут Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова я Камелот Джим В этом обзоре мы поговорим как правильно играть на ПТ-САУ на карте студзянки Как вы можете видеть у нас здесь правый респ Играть мы будем на немецком ПТ-САУ, премиумном ПТ-САУ 7 уровня Круп Ваттентраген Это еще один танк из линейки вафелек То есть строго говоря этот танк является вафлей 7 уровня Всем нам хорошо известна вафля 9 уровня Ее именно так и именуют И в этой связи должен отметить, что борщ тоже строго говоря является вафлей Поскольку в его названии фигурирует тоже это слово Ваттентраген Эти танки похожи Они имеют вращающиеся башни, точные пушки с хорошим бронепробитием Этот танк является таким, знаете, если можно так выразиться, харизматичным ПТ ПТ на всю голову То есть он маленький, плоский, незаметный, имеет небольшую массу Низкий силуэт и прекрасное, прекрасное орудие с хорошим пробитием С хорошей скоростью полета снарядов Которое позволяет ему вести огонь на больших дистанциях Точный огонь и при этом снаряды имеют достаточное бронепробитие С тем, чтобы пролетев даже большое расстояние Иметь возможность преодолевать бронирование большинства танков Но мы отвлеклись Давайте теперь именно поговорим о позициях Смотрите, какая позиция для ПТ является самой лучшей Это та, которая имеет наибольший сектор обстрела То есть та позиция, с которой вы можете вести огонь по максимальному числу направления И по максимальному количеству танков противника В этом отношении, давайте сейчас поставим на паузу и я вам покажу В этом отношении наилучшей является позиция, с которой начал играть Олег Значит, я вам не сказал Это не мой реплей, это не я играл на группе стаеры в Афентрагене Это играл мой друг Олег, мой кум Вот видите, он играет под ником НОСНСР Вот, то есть он занял оптимальную позицию Отсюда вы можете, находясь здесь, вы можете ввести огонь Во-первых, по светлякам, которые будут пытаться проехать по полю Там просветить союзную танку То есть что он и сделал, отстрелял Во-вторых, по деревне Вот сейчас я вам покажу Вот деревня у нас, видите, следите за курсором Вот, в-третьих, помогать союзным танкам по кирпичному заводу И в-четвертых, вот у нас имеется контрпозиция здесь На линии На линии 3 Где так же само стоят танки противника В основном ПТ, но там любят ПТ, ЖТ, СТ и ТТ То есть все классы техники Единственное, здесь не отрисовываются танки противника Находящиеся в квадрате А6, А5 Вот здесь Теперь смотрите, какие еще здесь возможны позиции И какие их недостатки, я вам сейчас покажу Еще возможная позиция Вот где стоит, смотрите, ПЗ-4АИЧ Он пытается помогать союзным танкам На, скажите, на кирпичном заводе Но здесь дистанция такова, что он, скорее всего, будет оказываться в засвете Очень быстро, и видите, он так стоит, чтобы сразу же сейвиться Можно стать немножко дальше, но тут уже вы не сможете Помогать танкам противника на кирпичном заводе Если сдать сюда, вот в самый конец Вот, тут сектор обстрела Очень сужается Вы сможете стрелять только по кирпичному заводу Когда уже Вражеские танки продвинутся далеко вперед Только в том случае Они могут и не продвинуться И вот здесь на квадрате Сейчас я вам покажу на мини-карте На квадрате А5, А6 Вот где бодаются СТ-шки, ЛТ-шки И только в том случае Если вражеские танки Перевалят на нашу сторону Чего так же может и не произойти И, наконец, самая Ну, самая-самая Неудобная позиция Ну, в принципе, возможность здесь занимать ее Это вот здесь Тут тоже Сектор еще обстрела сужается Поскольку вы смещаетесь к центру карты И вот Я вам сейчас покажу Вот условно видите Вот Квадрат адресовки То есть значительная часть квадрата Выходит вот За поле карты Если вы находитесь в центре То весь этот круг От адресовки ложится И перекрывает большую часть карты То есть вы тут С геометрической С геометрическим следствием Простреливаете Меньшее количество танков противника И еще большой недостаток Этой позиции После каждого выстрела Вам нужно будет сейвиться Откатываться Поскольку дистанция Между вами и танками противника Будет недостаточная Для того, чтобы Видя огонь Оставаться невидимым Так, ну давайте Смотреть, что тут делает Олег Смотрите Олег Много играет на На ПТ На ЛТ и СТ У него более такая Агрессивная манера Он сразу же выдвигается Даже будучи на Плохо бронированном танке Танке, которые поглощают Все фугасы Он выдвигается вперед С тем, чтобы Поддержать союзников На деревне Ну и он У него теория такая Что Нужно выдвигаться Здесь Это у нас линия 6 Вот это видите Канава Или высохшее русло Или что-то Канализация какая-то С завода идет Я не знаю С тем, чтобы Помогать на кирпичном заводе И подсвечивать Вражеские танки На линии 3 Еще раз я вам сейчас покажу Вот линия 3 То есть если вот Следите за курсором Он выдвигается сюда Вот он здесь Их подсвечивает Я в общем-то Тоже использую Свою тактику Вот у меня здесь бой Несколько обзоров На этой карте И Более или менее Я повторяю тактику Олега С той только разницей Что он действует Агрессивнее И активнее Я позже Выдвигаюсь вперед Но так или иначе Вот это Вот это вот Так или иначе Вот это вот Шестая линия В какой-то момент Боя притягивает И меня Теперь смотрите На каждой карте Существует несколько позиций Для ПТ Задача нашего обзора У нас много есть Обзоров подобного рода Там лучшие позиции Для нагиба Как-то так Позиции на картах Волд оф тэнкс Наша позиция Сориентировать вас Таким образом Чтобы вы занимали Наилучшую позицию Для себя То есть Ту позицию С которой вы сможете Максимально Настрелять Нанести Максимальный урон Тем самым Повысить статистические Показатели Своей учетной записи Это во-первых И во-вторых Поскольку вы Будете Наносить Большой урон Танкам противника Вы будете Помогать Союзной команде И вносить Более Значительный Вклад В победу То есть В идеале Конечно Лучше играть Взводом Вот почему Играя во взводе У вас Всегда будет Выше процент побед Поскольку Вот эти Критические точки Откуда нужно вести Огонь В лучшей степени Будут Вами Перекрываться Ну то есть Если Вы Какую-то часть Карты Не простреливаете Где-то у вас Не отрисовываются Где-то танки То ваш взводный Совзводный Может занять Такую позицию Чтобы Этот сектор Обстрела Перекрыть И вас Подстраховать Вот И Тут возникает Такая Морально-этическая Если можно так выразить Если можно так выразиться Морально-этическая Проблема Или дилемма Или проблема Не знаю Как сказать То есть Опытные игроки Знают Вот эти точки Критические Где нужно Расходиться Находиться Со взводом Вот Их там Две-три Там По-разному Бывает Вот И так же Самое Опытные игроки Знают Какое Место Является Более Если можно так Выразиться Сладким То есть То место С которого Можно нанести Дамаг И знают Те места Где нанесешь Дамага меньше Но там Должен быть Тем не менее Вот И вот Как распределять Эти места Вот Когда я еще Раньше играл Во взводах То есть Я с этим С этой Морально-этической Проблемой сталкивался Вот И Ну как бы Апеллируя к вам Тоже И вас прошу Напишите Вот свой опыт Как это Прав я или нет В этом моменте Сталкивались вы С подобными вещами Или нет Вот видите Как Олег Удачно стал Вот он находится На этой Пресловутой Шестой линии И Вот 350 метров За счет Стереотрубы Прокачки экипажа Доппайка То есть Шоколада Он их подсвечивает И даже Ведя огонь Не подсвечивается Хотя Это в общем-то Седьмой уровень Это ни второй Ни третий Даже там Ни четвертый Пятый То есть Он очень Удачно стал И как раз То что прилетело Все прилетело В борт Теперь смотрите Ошибка Союзной команды Тут игроки А ну-ка Давайте посмотрим 3К боев 1К боев Игроки Не очень опытные Видите То есть Характерная Ошибка Неопытных Игрок Они Эти Неопытные Игроки Увлеченные Атакой Не могут В какой-то момент Сообразить Что Когда Перевес На стороне Противника Нужно Обязательно Переходить К дефу Они Как заколдованные Продолжают Атаковать Ну Возможно Потому что Они теряются Они не знают Что делать Вот И Это Очень важное Правило Очень Как бы Поможет вам Иметь Более высокий Процент Побед Даже Примитивное Следование Этому Правилу Повысит Ваш процент Побед На аккаунте На 2-3 Процента То есть Запомните Когда перевес Склонился Чаша весов Склонилась На сторону Противника Вам необходимо Переходить К дефу То есть В Состоянии Дефа Вы получаете То минимальное Преимущество За счет Того Что вы Стоите Неподвижно У вас Работает Стереотруба Ох ты Какой момент Вот это Да Я Смотрел Этот бой Но всякий раз Забываю Про этот момент Когда нас Атакуют Вот это Вражеские Статисты То есть Вы стоите Неподвижно У вас Работает Стереотруба Вы Находитесь На дефе В позиции Которая Подразумевает Какой-то Сейф Разумеется Там Горочку Пригорочек Спрятаться За какое-то Строение Угол дома Тут смотрите Олег Видите Использует Куст И безнаказанно Не подсвечиваясь Наносит урон Су-152 И вот опять же Видите Соответствующая Прокачка Экипажа Оборудование Стереотруба Позволяет Ему Видеть Противника В то время Как противник Его Не видит Вот А противники На марше Атакующие Противники Они Вынуждены Терять Большое Количество Очков Прочности Поскольку Во-первых Атакуя Они Вынуждены Покидать Место Сейфа Оказываться На каких-то Открытых Позициях Вот И во-вторых В движении Все классы Техники Кроме Светляков Очень теряют Коэффициент Маскировки Становятся Более Заметными И в-третьих У них Из оптики Может работать Только просветленная Оптика Которая В сравнении Со стереотрубой Имеет Гораздо Меньший Радиус Обнаружения Танков Противника Вот Теперь смотрите Драматический Момент Такой На Олеге У нас 54 ХП А на Вражеском Вражеском Что это П-43 Бис Седьмого Уровня 312 Сколько 312 О Это он Даже не на Один шот Ему А на Два Вот Углы Наводки Не позволяют Ему Отработать По П-43 Бис Вражескому И вот Смотрите Дистанция Чуть больше 100 метров И за счет Двойных Кустов Или тройных Тут Или как Получилось В общем Они стали Непрозрачными Даже На таком Коротком Дистанции На седьмом Уровне Танк Не светится Ну и последний Штрих Как говорится Отлично Пробитие Тут У Борща Более Чем Достаточное Ой У Борща Простите У Вафли Более Чем Достаточное Поскольку Бронебойный 203 Миллиметра И видите Олег Не расстрелял Ни одного Подкалиберного Снаряда То есть Однозначно Когда Крупстейр Крупстейр Вафентраген Находится В топе То Использовать Подкалиберные Снаряды Не приходится Ну теперь Давайте посмотрим Результаты боя Друзья Итак У нас Мастер Воин Защитник Основной Калибр И что самое приятное Редли Оторс Как вы можете Видеть Олег уничтожил 9 танков Чуть-чуть Не дотянул До Медали Пула И вот что тоже Маловажно 6 бонов Он получает То есть Результаты боя Наглядно Показывают нам Что Вот эта позиция Является Самой лучшей На карте Студзянки И В моем случае В случае Олега Она снабжает Нас Хорошими боями И множеством Медалей Вот например На моем канале Есть обзор По студзянке Олег играл На Леопарде ПТА Немецком Это СТ 9 уровня Там он тоже Убил 9 танков Чуть-чуть не дотянул Для До Пула И у меня Два обзора Один на Т28 Там просто воин Бой в принципе Интересный Вот я перед этим Выкладывал буквально А еще туда раньше Я поставлю вам Выноску Бой на Ахиллесе Там мне удалось Добить Пула Так что тут у нас Дальше Получается Видите он Самый лучший По всем показателям И Большой Такой у него Видите 3 515 Дамаг Для 7 уровня Для ПТ Это Уверенно Вот к сожалению Не сохранил нам Рейтинги Эффективности ВН8 Вот ну думаю Что-то там До 10 тысяч Должно быть Вот И 3 515 Дамаг И Большой Достаточно большой 1510 Базовый опыт И вот смотрите Что В подтверждении Моих слов Что эта позиция На карте Студзянки Является Самой лучшей Видите Она простая Простая Незатейливая Но тем не менее Но я думаю Карта Студзянка Она так и Задумывалась Видите ли В чем дело В 2010 Году Когда появились Танки Сами разработчики Не знали Всех тактических Следствий Своих предпосылок Всех этих настроек И карты были Какие-то Во-первых Несимметричные Были Но это тема Отдельного Разговора Вот Они еще не знали А тут они уже Как бы Разработчики Намного Намного Глубже Зная Все тактические Тонкости Из этих позиций Проектируют Карты С тем Чтобы ни у какого Респа Не было Какого-то Тактического Преимущества Студзянка В этом Плане Ну я бы сказал Безобразная Карта Поскольку Она Совершенно Симметричная Вот Ну То есть Они во-первых Мотивируются Тем Чтобы Респы В тактическом Плане Уравнять А во-вторых Я очень сильно Подозреваю Они просто Ленятся Нет таких Уникальных Карт Как сейчас Прохоровка Понимаете Потом Редшир Понимаете Вестфил Тут Ну Не похоже И В значительной степени Они все-таки В тактическом Смысле Сбалансированы Вот А сейчас Вот такая Немножко пошла Знаете Как На конвейер У них пошло Там Ляпают Карты Там Основываясь На тактические На тактические Предпосылки Но В этом Все-таки Я считаю От этого Игра Проигрывает Именно Знаете Нету Души В этих Картах Знаете Вот Какого-то Такого Неповторимого Какого-то Натурального Настоящего Вот Ну в общем Ребята Судите сами Такой бой Такой обзор Очень надеюсь Что Мои советы И Помощь Олега Помогут Вам Быть успешными На этом Карте Тоже Получать Как и нам С Олегом Массу Медалей И поднимать Статистические Показатели Своей Учетной Записи На этом Все С вами был я Камелот Джи Хороших Боев Хороших Союзников Не теряйте Веры Друзья И помните У всего в жизни Есть цель